Скопин. Скопин был оккупирован 5-м танковым механизированным полком корпуса Гудериана. В своих воспоминаниях Гудериан пишет о том, что благодаря превосходству и количественному и качественному противника, они вынуждены были оставить город Скопин. На самом деле, мы были вооружены винтовками, которые были подобраны на поле боя образца 1891 года. И у нас были гранаты, и, пожалуй, больше практически вооружения не было. Но был порыв, была морская хватка, стремление во что бы то ни стало решить задачу. И Скопин был освобожден, поэтому мы задержались и пришли сюда, когда уже началось контрнаступление под Москвой 5-го декабря. И вот 12-го, 13-го декабря шли бои именно на этом рубеже, а 15-го декабря Глин был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Я попал в 71-ю морскую бригаду полковника Безверхова Якова Петровича со 2-го курса высшего военно-морского училища имени Кирова в городе Баку. Бригаду срочно бросили сюда. Вот здесь вот приходилось в 71-ю бригаде участвовать в боях за деревней Языково. Языково это был очень сильный опорный пункт у врага. Ну что можно сказать, моряки всегда отличались большой любовью и большой патриотичностью. У нас нельзя сказать, что было сильное вооружение. У нас были винтовки образца 1898-31 года, гранаты образца 14-го года. Было не особенно много артиллерии, но было у нас самое большое оружие. Это любовь, безграничная любовь к родине и ненависть к врагу. И когда шли немцы, вооруженные автоматами и строчили, мне казалось, молодому парню, помощник командира взвода, что вся Европа идет именно на нас. Держались, отбили немцев. Бой закончился тем, что немцев мы скинули в реку Вологушу. Несвышен, невесом слитарий дыхов дыхий. Старинный вальс ослеится, играет гармонит. Покают жаль, а звасы, и словно в дыхи. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс веселый днём, ходили мы вокруг. Под этот вальс в троём родном, любили мы подруг. Под этот вальс вагильный, отчаянный свет. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ Особенно жестокие бои. Шли на ближних подступах к Москве, в селе Белый Раст. Здесь вела бои 64-я отдельная морская стрелковая бригада. Вот от того леса. Ой, разве мы думаем, что... А мы же со стороны ваших домов. Разве мы думаем, война? Вдруг грязь. Порядок. Юрий, много не надо. Примите же венок, как океан Адар. Он тихой и великой помнит вас. Из волн его всплывает солнца шар. Вновь в мирный день сияет над страной. Матросы за него и жизни не жалели. Добыт он вами в битвах под Москвой. Вот, братишки, в память вашу мы пьем из этой нашей фронтовой кружки. Пусть земля вам будет пухом. Вечная вам слава. А нам память о вас. И пока мы вас помним, вы для нас живые. Вот здесь на опушке леса выстрелили бригаду. И по цепи передали такой, значит, приказ. Белый раз приказано взять любой ценой. Повторили несколько раз. По цепи шло по всей бригаде. Так как он стоит у развилки всех дорог. Волоколамское шоссе, Рижскую железную, Октябрьскую железную, Ленинградское шоссе, Савеловскую железную дорогу, Дмитровское шоссе, Канал Москва-Волга, Ярославскую дорогу. Все отсюда видно. Раздалась команда снять шинели. А у нас у ног стояли мешки. Ну, сняли шинели, не просто бросили. А как моряки вот всегда ложатся спать, аккуратно складывать одежду. Сложили шинели, рукава заправили и положили рядом с мешками. Потом была дана команда надеть без козырки, примкнуть штыки. Там дали команду очень такая, как будто на учениях где-то. На руку и шагом марш. И пошли. Вот мы отсюда вот шли, вот это как вот от леса. А неровная земля была. Где по колено провалишься, где чуть ли не по пояс, а где совсем голый бурьян торчал. И где-то были, видимо, лужицы, лед. Так вот, звон такой стоял. А снег хрустел. И вот думали, что почему немцы не стреляют? Ведь, наверное, в Москве слышат, как снег-то скрипит, так? Тут заучали танки, вот с этой стороны, которые ворвались. Ну и что тут началось? Тут и небо рвалось, и земля дрожала, трясла. И взрывы, и справа, и слева, впереди, сзади. И вот после этого моряки с криком «Полундра!» Вот рванулись сюда, к этой церкви. И все, кончено. Белый раз взяли. Вот отсюда было видно. Вот это все поле, все было в черных точках. Как будто убитые лежали. Потом только мы разобрались. Там были убитые, тяжело раненые. А потом, когда моряки-то побежали, вот отсюда, снимали бушлаты, бросали. Они тоже лежали черными пятнами. Некоторые сдирали фланелевки-суконки, тоже кидали. И вот когда нас здесь вот построили, с оружием в руках, то каждый четвертый, наверное, был в тельняшке. Сколько же морских пехотинцев полегло на полях Подмосковья. Земля была буквально пропитана их кровью. Когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно. Моряк захватывает с собой смерть столько врагов, сколько он видит перед собой, писал Леонид Соболев. Мне кажется порою, что солдат С кровава не пришедшие полей Тельняшка – один из символов морской души. Боряки, идя в бой, расстегивали гимнастюрку, вызывая панику врага. Чёрная смерть, чёрные дьяволы в ужасе кричали фашисты. И нередко один вид матросов, которые неслись в атаку с криками по лундра, повергал в бегство неприятеля. Судьба этих ветеранов несколько отлична. После ранения они вернулись на флот. Командир крейсера, капитан 2-го ранга Щербицкий. Конец войны застал их в Семастополе. Там они остались, там живут и сегодня. Михаил Бочкарёв выслужился до контр-адмирала, а начинал войну курсантом. На фронт под Москву попал из Каспийского высшего военно-морского училища. Сегодня ветераны в гостях у команды гвардейского крейсера «Москва».